В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. 25 лет лишения свободы, 16 из которых в колонии строгого режима. Такое наказание назначил Самарский областной суд Михаилу Назарову. Напомню, его обвиняли в похищении, разбое, вовлечении малолетних в занятие проституции, изнасиловании и двойном убийстве. Всего следствие насчитало 24 преступных эпизода. Одним из тяжелейших предъявленных ему в числе прочих обвинений стало убийство двух самарских школьниц в июле 2013 года. За все эти преступления гособвинение просило приговорить Назарова к пожизненному заключению, но суд счел иначе. Тишину в зале судебных заседаний разбавляет плач родственников убитых девочек, а также жен и матерей обвиняемых. На скамье подсудимых пять человек. По данным правоохранителей, все были знакомы с Назаровым и так или иначе принимали участие в ряде преступлений. Пока судья зачитывает приговор, Михаил Назаров прячет глаза. Своей вины он так и не признал. 16-летние школьницы Елизавета Васина и Алена Косарева пропали в ночь на 24 июля. Они ушли из дома в тайне от родителей. На Пензенской поймали попутку. Больше в живых никто из родственников девочек не видел. Их тела нашли в земле только спустя две недели, недалеко от спуска к Волге в районе улицы Шмидта в Самаре. Место, где они лежали, указал сам Михаил Назаров и его сообщница Татьяна Галкина, которой на момент совершения преступления было всего 17. На след преступников вышли благодаря другой девушке, которая также чуть не стала их жертвой. В больницу обратилась одна из потерпевших с заявлением о том, что на них было совершено разбойное нападение. При этом был указан адрес. Оперативные сотрудники вместе со следователем Следственного комитета выехали на место. В ходе было установлено, что в квартире находился Назаров и Галкина. В результате беседы с Галкиной последний указал, что они причастны к совершению убийства несовершеннолетних Косарева Васина. В момент совершения преступления Михаил Назаров находился под подпиской о невыезде. До этого две недели в федеральном розыске за похищение человека. Но привлечь его к уголовной ответственности тогда не удалось. В этот раз обвинение требовало для Назарова пожизненного лишения свободы. Но приговор оказался куда мягче. 25 лет лишения свободы и только 16 из них в колонии строгого режима. Сама совокупность преступлений, особо тяжких, в основном убийства, зверское убийство двух девочек несовершеннолетних, давали мне возможность попросить именно пожизненное лишение свободы. Трех других соучастников преступлений приговорили к разным тюремным срокам. Сообщницу Назарова Татьяну Галкину приговорили к 9 годам колонии общего режима. Кроме того, ей и Назарову придется выплатить денежную компенсацию семьям убитых школьниц. Но для родителей, у которых уже почти не осталось слез, деньги вряд ли станут утешением. В отношении девушки, в отношении Назарова, хотим ли больше этого или нет. Самое главное, я определила для себя, что свою девочку я не верну, зависимо от того, какое бы наказание ему не было предъявлено. Несмотря на это, родители убитых девочек все же собираются обжаловать слишком мягкий, по их мнению, приговор суда. В свою очередь, защита обвиняемых приговором осталась довольна. Алексея Косова и Александра Петрова, обвиняемых в разбое и двойном убийстве, будет судить коллегия присяжных. В Самарском областном суде приступили к ее формированию. Напомним, по версии следствия, в ноябре 2013 года двое самарцев расправились с семьей предпринимателей Анной и Евгением Олейниковыми. Преступление было совершено в их квартире на улице Партизанская. Как установили эксперты, женщина была задушена, а частично расчлененное тело мужчины обнаружили в ванной комнате. Подсудимые скрылись с места преступления, завладев золотыми украшениями потерпевших, а также денежной суммой в размере одного миллиона рублей. Скрывались они в городе Нефтегорске. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев подсудимых, а также, когда сотрудники полиции начали отрабатывать всех знакомых Олейниковых, стало известно о том, что не мог найти Косова и Петрова. Полицейские задержали Алексея Косова, а позже Александр Петров сам явился с повинной. Как установило следствие, у убитого Евгения Олейникова и одного из подсудимых был совместный бизнес. Это ли послужило причиной преступления, пока неизвестно. Алексей Косов свою вину отрицает, второй подсудимый признает частично. Виновны ли подсудимые и заслуживают ли они снисхождения, предстоит решить коллегии присяжных. ДТП в Куйбышевском районе Самары унесло жизни двух человек. Авария произошла около трех часов ночи на 12-м километре трассы М5 Урал. По данным инспекторов ДПС, 25-летняя девушка водитель Лады Калина из-за плохого освещения участка дороги не заметила трактор, который остановился на проезжей части из-за неисправности. За слов водителя трактора он включил аварийную сигнализацию и выставлял знак аварийной остановки, после чего произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого он травмы не получил. В результате аварии от полученных травм водитель автомашины Лады Калина и 23-летний пассажир этой же автомашины скончались на месте аварии до приезда скорой помощи. По данным полиции, оба водителя находились в трезвом состоянии. Сейчас в подробностях ДТП разбираются следователи. До 10 лет лишения свободы может грозить 28-летней жительнице Самары. Ее обвиняют в контрабанде избытия сильнодействующих веществ. По данным наркополицейских, девушка в арендованном магазине в поселке Крутые Ключи, а также через сеть интернет, занималась продажей биологически активных добавок для похудения, в которых содержался сибутрамин. Анарксигенное лекарственное средство, усиливающее чувство насыщения. Оно относится к группе препаратов для лечения ожирения. Вот только приобрести его законно можно лишь по рецепту доктора. Существуют специальные рецепторные бланки, и врач должен выписывать название препарата и определенную дозировку этого препарата. Сам отпуск товара в аптечных сетях должен производиться именно по рецепту. Никакого медицинского образования у нее нет, и продавала она эти средства без рецепта. Девушка самостоятельно назначала курс лечения своим клиентам продажей БАДов. Она занималась около полугода. Средства для похудения она заказывала в Казахстане. Теперь задержанной грозит до 10 лет лишения свободы. Ее будут судить по статье «Контрабанда избытательно действующих веществ». Не дремлют на боевом посту и самарские таможенники. В ходе совместной спецоперации с областным управлением наркоконтроля они изъяли около килограмма опасных синтетических наркотиков. Под подозрение попал 29-летний житель Самары. По данным правоохранителей, мужчина через интернет заказал зелье в Китае. Задержали его на почте, когда тот пришел за посылкой. Причем мужчина оказал вооруженное сопротивление, так что пришлось задействовать спецназ. В ходе задержания он попытался оказать вооруженное сопротивление, но благодаря силам специального реагирования самарской таможенной данные действия были пресечены. Он был задержан. У него было при себе травматическое оружие, с которым он успел произвести один выстрел. Ранее за преступление связано с незаконным обработанным наркотикам он не привлекался, однако был судим. Мигрантам теперь придется решать вопросы с переселением и въездом в Россию. С 1 января вступили в силу изменения в миграционном законодательстве. Отныне приезжие, которые разгуливают по самарским улицам без документов, рискуют получить запрет на въезд в страну на срок до 10 лет. Устроиться на работу иностранные граждане могут только имея на руках разрешение, иначе за нелегалов дорого заплатит работодатель. Кто принимал на работу и как зовут начальника, они тоже не знают. На днях сотрудники миграционной службы совместно с полицией накрыли подпольный цех, где гости из ближнего зарубежья, не имеющие регистрации и разрешения на работу, старательно фасовали петрушку. Ну или просто спали на рабочем месте. На благо любителей петрушки прилежно трудились более 20 человек. Теперь некоторым из них грозит водворение. В прошлом году за нарушение порядка пребывания в России на историческую родину отправили более 500 мигрантов. Большинство из них жители Узбекистана. С текущего года иностранные граждане, находящиеся на нелегальном положении, рискуют надолго впасть в немилость к сотрудникам миграционной службы. Иностранным гражданам, незаконно находясь на территории нашего государства, непрерывно свыше 180 суток будет закрыт въезд на территорию сроком на 5 лет. Тем иностранным гражданам, кто незаконно находится свыше 270 дней, будет принято решение закрытия въезда на срок 10 лет. Блюстители миграционного порядка не чужд и индивидуальный подход. С этого года граждане Таджикистана могут пересечь российскую границу только по загранпаспортам. А вот выходцев из Армении ждут преференции. В связи с присоединением к Евразийскому союзу им можно трудиться в России без разрешительных документов. А на оформление регистрации предоставлен целый месяц. Всем остальным на это донат только неделя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова